господи как же я соскучился по новеньким танкам и тут как гром среди ясного неба марафон да еще и не в рот ноги упрощенный да ты шо просто-напросто проходи спокойненько боевой пропуск и тончик будет твоим аттракцион неслыханной щедрости слушай но разработчики слушайте я вас умоляю мне обзор надо делать а так как вы мне пресс-аккаунт не даете вот вам 10 тысяч голды и let's go скорее наджибать я уже в предвкушении уникального геймплея и новых ощущений и на самом деле в геймплее что-то новенькое ты смотри что вытворяю просто песня но после первых пяти боев все стало на свои места а я уже знаете подумал играть научился все эти новые ощущения длились ровно пять боев именно столько вам дает картошечка после покупки нового према и если в видео нет рекламы значит само видео является рекламой так что рекламирую кнопочку подписаться на канал если еще не подписаны потому что по статистике 80 процентов зрителей смотрят без подписки вы только представьте так что хватит подсматривать и давайте уже скорее добьем канал до 100 тысяч ну будьте людьми шптк твп-100 чехословацко чешская премиумная птс у чехи и по совместительству основная награда за марафон а марафон как говорится дело тонкое потому что чтобы его пройти нужно время и немало ну или же отстегнуть кругленькую сумму голды но вопрос всегда один а стоит ли этот танк того не окажется ли он очередным разочарованием или же наоборот наконец-таки премиумной имбой мужики а также дамы всех приветствую оскар на связи вы смотрите рубрику детальный обзор рубрика в которой мы технику разбираем по винтикам узнаем как данный танк чувствует себя в нынешних реалиях рандома конечно же сколько фармит кому подойдет кому нет перечислим все достоинства и недостатки и конечно же лично от себя независимая критика прямо сейчас жми лайк ну а я приступаю к тестам тест маневренности и динамики подвижность как видите у танка далеко неплохая бодренько стартует живенько скорость набирает и хотелось бы мне сказать что он быстрее немецкого скорпиона но как видите нет скорбь все же немножко быстрее вращение на месте ну здесь просто браво все премиумные аналоги остаются далеко позади и такая вертлявость для пт сау как бы не свойственно разработчики как бы намекают скорость вращения башни во первых башня есть что для птшки очень хорошо во вторых она вращается на 360 градусов что великолепно и в третьих скорость вращения как для пт неплохая тест точности независимо от циферок точность в нашей игре рандомная в каждом бою разное но сейчас по крайней мере вы можете увидеть кучность как на этом танке работает распределение снарядов кругу разброса и не буду скрывать первые пять боев точность была великолепнейший правда потом каким-то образом снаряды все чаще стали лететь дальше от центра круга но объективно по точности все не плохо даже с дальней дистанции танк способен ввести точный огонь снаряды конечно в землю падают как же без этого но не каждым выстрелом хотя опять же повторяю раз на раз не приходится но вот что на самом деле меня удивило так это стабилизация орудия а известно вам или нет у пт сау всегда стабилизация была посредственной тем более из оборудования стабилизатор на птшку поставить нельзя и вы только посмотрите в движение практически каждый снаряд в цель стабилизация у чеха отличная бронирование ну что ж если есть плюсы значит обязательно где-то должны быть минусы и как вы уже поняли одним из самых главных минусов является броня а точнее ее отсутствие не буду тянуть резину вас пробивать будут абсолютно все уровни которых только встретите на полях унижений если на этом танке вы что-то танканули знайте это чудо плюс ко всему полное отсутствие брони сопровождается ничтожным количеством хп всего лишь 1150 вот примеру к в 2 если вы на него нарветесь вам скорее всего будет больно и проводить полноценный обстрел начиная шестого уровня я не вижу смысла топливные баки критуются после первого-второго попадания и боеукладка если внимательно посмотреть на модель танка то можно увидеть что весь танк является сплошной боеукладкой критуются очень часто при пробитии в лобовую проекцию корпуса при пробитии в переднюю часть борта в башню короче стеклянная пушка крита сборник а теперь что касается положение в рандоме сразу скажу неважно против каких уровней вы играете против шестых против десятых играть всегда придется очень очень аккуратно танк скиллозависимый я прекрасно понимаю что большинство целевой аудитории на этом танке будет стоять в кустиках на базе но если вы не из того разряда игроков которые играют в удовольствие то для результативной игры на этом танке передвигаться по карте придется много и часто хорошая максимальная скорость и отличная удельная мощность да на этому танку неспроста он без проблем способен маневрировать между флангами то есть чех не является танком одного направления или одного куста правильнее всего на этом танке будет находиться где-нибудь неподалеку от точки замеса и главное не в самом замесе если видите что союзники начинают сыпаться и турбослив неизбежен благодаря хорошей подвижности вы быстро можете отступить и занять какой-нибудь камень куст для отстрела или наоборот ошиблись флангом противник на рандеву не приехал быстренько сменили позицию и реализовывайте весь свой потанцевал в общем подвижность у танка отличная и это определенно плюс далее что касается потанцевала самым жирным плюсом является его орудие там скорострельная 100 миллиметров к 250 урона за выстрел многие со мной конечно могут не согласиться но если на восьмом уровне средний урон за выстрел меньше 280 это очень очень плохо даже несмотря на высокий средний урон в минуту а средний урон в минуту у чеха очень высокий 2778 единиц без учета оборудования топ пайка и перков экипажа базовая перезарядка чуть меньше пяти с половиной секунд и как и уже поняли на full фарш и шптк превращается в пулемет три с половиной тысячи единиц урона в минуту перезарядка 4,2 секунды согласитесь звучит круто любой танк одноклассников можно разобрать за считанные секунды но вот проблемка играть от дпм в современном рандоме невероятно сложно реализация сплошной пот и реально удовольствие будет только тогда когда скопище противников на открытой местности будет стоять к вам бортами и полностью вас игнорировать да в этом случае высокий дпм реализовывается на ура только вот вопросик а как часто в современном рандоме вы видите такой случай может быть один раз на сто боев и то не факт а так на маленьких перекопанных картах где все стоят в позицион очках в кустиках за камешками реализовывать средний урон в минуту в три с половиной тысячи будет невероятно сложно следовательно танк не для всех из-за своей сложности многим он не зайдет а если выбрать легкий путь пассивной игры вы ничего не настреляете ну ладно что-то меня понесло давайте о хорошем бронепробитие вот основные бэбэшки 270 миллиметров и самое приятное на дистанции бронепробой падает всего лишь на 20 миллиметров согласитесь это на самом деле здорово танк не голдозависимый если вы сейчас подумали что можно будет на нем потрясающе фармить не спешите радоваться цена за выстрел основной бэбэшки 890 единиц серебра за 250 единиц урона чтобы вы понимали даже в хорошем бою где вы нормально настреляете процентов 25 30 вы отдадите за боем комплект плюс не забывайте что попадать и пробивать вы будете не каждым выстрелом нет безусловно фармить вы что-то будете но циферки чистого фарма вас скорее всего не обрадуют рассчитывать на отличный фарм на этом танке не стоит танк не для фарма ех ёлы-палы опять меня понесло давайте далее хорошим голда кумулятивы 330 миллиметров бронепробоя офигеть проблем даже с тяжами 10 уровня не возникнет цена за выстрел 4800 на что вы рассчитывали дорого за хороший бронепробой придется платить и фугасики да они у чехолюты бронепробитие 100 миллиметров всяческую картонную технику щелкают на раз-два да ладно картонную там даже тяжем корму можно поджарить нехило но вот знаете что все эти снаряды объединяет правильно посредственная скорость полета у бронебойных восемьсот девяносто семь метров в секунду у кумулятивов 795 у фугасика в 900 метров в секунду фугасы самый быстрый офигеть если скорость полета снаряда меньше 1000 метров в секунду это чревато последствиями для тех кто не умеет брать упреждение и приведение огня на дальней дистанции в прицеле вы будете видеть параболу но сейчас субъективно я заметил что с такой скоростью полета снаряда каким-то образом орудие стреляет точнее по сути снаряд должен падать в землю но черт бы его побрал он летит прямо в пиксель не всегда конечно но случаев было немало так что сказать что из-за плохой скорости полета снаряда играть ой как некомфортно и ой как неудобно я не могу как оказалось это не смертельно но повторяю все это субъектив щена возможно вам будет вести не так как мне про циферки точности долго разглагольствовать не буду на время сведения 1,3 секунды разброс на 100 метров 03 скажу лишь одно на самом деле орудие сходится очень быстро к тому же не забывайте про скрытый параметр стабилизация которая у чеха очень хорошая но вот что не хорошее так это углы вертикальной наводки минус 6 градусов играть от рельефа очень некомфортно а так как практически все карты в игре перекопанные сложно играть будет почти всегда в любом случае игра из рельефа придется подставлять корпус а корпус свою очередь мало того что картонный он вдобавок ко всему еще и огромный тогда по размерам чех нереальный сарай что в свою очередь отразилось на маскировке базовый параметр неподвижной машины 16 процентов светится просто триндец и если в момент засвета стволы противников повернуты в вашу сторону в ангар отправитесь два счета в такой сарай промазать сложно а на уничтожение много времени не надо очков прочности всего лишь 1150 напоминаю и вот из-за своей сарайности и крайне малой живучести очень сложно играть против десяток один раз ошибся и все в лучшем случае останешься шотный и даже находясь вверху списка команды танк отдохнуть не даст при неаккуратной игре шестерки загрызут чеха моментально так что любители весь бой постоять в кустиках на маскировку не надейтесь все равно будут светить ну а сейчас давайте разберем полевую модернизацию не скажу что она кардинально на что-то повлияет но обзор детальный между усиленной и облегченной ходовой выбираем усиленную получим 30 процентов прочности ходовой и 15 процентов сохранению набранной скорости взамен потеряем 5 процентов от скорости поворота ходовой но это не критично так как сама по себе вертлявость у танка неплохая далее выбираем отстройка параллакса получим минус 3 процента от размера круга сведения следующим выбираем настройка эжектора получим плюс 6 процентов незаметности после выстрела но немножко потеряем в обзоре благо обзор можно улучшить оборудование и специальный слот хоть живучесть у танка крайне слабая я же все же советую категорию второго слота выбирать на разведку улучшенная закалка на этом танке бесполезно пара лишних очков прочности ситуацию в лучшую сторону не изменит что касается перков экипажа они перед вами и обратите внимание что командир выполняет обязанности радиста сперва качайте радио перехват а потом уже орлины глаз заряжающему не забудьте прокачать интуицию очень полезный перк так как в бою переключаться между снарядами придется часто далее у нас идет оборудование первый сет всем его рекомендую в первый слот устанавливаем досылатель второй слот просветленная оптика третий слот турбонагнетатель также вместо турбины можете установить у мп танк станет гораздо вертлявее при этом стабилизации не ухудшится если делаете упор на маскировку также можете попробовать малошумку ну и если вы вообще не перевариваете активную игру и для вас самый лучший союзник это камень кус на базе маск сеть как говорится в помощь что касается вентилятора его установить нельзя башня открытая и приводы наводки этому танку не нужны так как сведение само по себе быстрое и подведем итоги разработчики уже давно перестали клепать танки для фарма и все чаще выпускают премиум технику скажем так для разнообразия геймплея проще говоря для веселой игры кто-то покупает премы исключительно для фарма кто-то для нагиба и вот шптк твп 100 танк не про фарм он с одной стороны интересный с другой стороны очень сложный теоретически на нем можно настреливать много урона но на практике это можно будет сделать далеко не всегда далеко не на каждой карте кстати на городских картах он нереально терпит и далеко не в каждом бою лично у меня противники толпой бортами не подставляются обойти кого-нибудь стыла зайти в борта я вас умоляю у нас карты в игре километр на километр в лучшем случае где все сидят в позиционках или в кустах а каком тактическом обходе идет речь против десяток и девяток играть на нем очень сложно ошибок не прощает от слова совсем но вот на линии фронта уверен он зайдет из плюсов хочу подметить на самом деле отличный средний урон в минуту великолепное бронепробитие как на основных снарядах так и на голде ах да 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 и фугасиках тоже хорошая стабилизация орудия как для пт сау и вполне себе неплохая подвижность ну а теперь минусы полнейшее отсутствие брони очень сильная критуемость боеукладки и топливных баков огромные размеры посредственная маскировка небольшой средний урон за выстрел некомфортные углы вертикальной наводки минус 6 градусов высокая стоимость основного снаряда плохой фарм уверен новичкам и игрокам с уровнем игры ниже среднего он не подойдет так что проходить марафон покупать этот танк или нет решать исключительно только вам моя же обязанность предупредить вас о последствиях на этом обзор подходит концу надеюсь все и всем доступно объяснил с вас лайк подписка за правду и старания и в комментариях не стесняйтесь писать свое мнение надеюсь за время просмотра вы его сформулировать смогли на связи был оскар всех благодарю за внимание удачи